И начинаем мы выпуск с тревожной новости из Министерства энергетики страны. Голова ведомства Александр Новак заявил, что далеко не вся Иркутская область готова к отопительному сезону. Что стало поводом для сомнений и какие районы находятся в зоне риска, узнавал Даниил Седов. Коммунальная планерка в Уссулии-Сибирском – дело необходимое. В начале каждой недели местная администрация собирается для того, чтобы обсудить проблемы города. Хотя в последнее время тема по сути одна – нестабильная подача электроэнергии. Вот, к примеру, не так давно в Уссулии без света остались почти 5000 человек. Как так вышло и, главное, почему этот вопрос на планерке адресовали компании, которая отвечает за снабжение домов – Обл. Коммун.Энерго. Что у нас было вчера по отключению? Скажи, 26-й квартал на полчаса. Время отключения? Это не аварийное отключение? Отказ-то ли оборудование? Какой отказ? Какой? Что произошло? Я сейчас не могу даже сказать, что там произошло. Я не про почву, а в аварийном. Но задать на аварийное отключение невозможно. Все вопросы решаются в рабочем порядке. Все эти готовы к пропуску электроэнергии. Но главная проблема в том, что от обл. Коммун.Энерго зависит работа котельных в Уссулии-Сибирском. И если свет отключат именно на линии, от которой питаются теплоснабжающие объекты, работа там встанет. А люди в своих домах просто-напросто замерзнут. Во многом именно поэтому в Министерстве энергетики страны готовность некоторых районов Иркутской области к отопительному сезону подвергли большим сомнениям. В этом году особое внимание уделялось, безусловно, оценке готовности объектов электроэнергетики на пострадавших от паводка территориях. И здесь бы хотелось сказать о том, что Иркутская энергосетевая компания в Иркутской области готова к прохождению осенне-зимнего периода. Не вызывает опасений. Компании выполнены все требования по готовности. В настоящее время вызывает опасения готовность компании субъектовой. Это обл. Коммун.Энерго, где в ходе выездных мероприятий Минэнерго были зафиксированы существенные недостатки эксплуатации. Эти самые недостатки касаются не только у Соли-Сибирского, но и других районов. А это ни много ни мало 390 тысяч потребителей. Плюс ко всему, часть из них проживают там, где летом было наводнение. Например, в Тулуне, Байкальске и Нижнеудинске. Как ресурсоснабжающая компания будет решать свои проблемы, неизвестно. Но чтобы люди зимой не остались без тепла и света, еще с августа в зоне паводка ремонтом теплосетей занимаются и сторонние организации. Данил Сюдов, Новости по будням.